я занимаюсь ремонтом занавески из бусин очень много чего отвалилась за зиму но это фурнитура ржавеет чушь она на дожде на всяко разно много чего подвалилась вот меня кстати спрашивали так вот я хочу сказать ничего я не подбираю не по цветам ничего просто бусины которые у меня не идут совсем я их собираю и вешаю все она очень хорошо вечером когда солнышко садится как раз вот там вот и очень здорово прям просвечивается и какие-то бусины есть блестящие очень симпатично смотрится вот и все доброе утро мои дорогие ну что у нас наконец-то лето так слава богу последняя декада мая я смотрела по своим видео уже 20 мая розы цвели а сейчас пока и нету ну конечно вот-вот но прям жду-жду я уже две недели как приехала все жду но надеюсь теперь скоро вот прям предвижу скажут жалуются что фурнитуры нет а сама фурнитуру пускает на занавеску вот не знаю девочки видно вам ну фокусируйся ну короче говоря вот эти вот черноморском я пины покупала они девчонки такого качества когда начинаешь ее загибать все это позолота просто волоскуты вся облезает блин душу в такой вот поэтому я вот это вот дело пустила на занавеску просто на украшение нельзя это кошмар начала вот эту здоровую от машинки от стиральной сегодня делать я не знаю сколько я буду делать она же огромная и ее пока только мажешь сколько время проходит вот умею я себе на работу то найти ну а пока вот практически девчонки практически полдня я проковырялась со шторой вот хочу попробовать сделать одну штучку девочки увидела в интернете думаю надо попробовать и вам показать вот купила сегодня вот таких две штучки сначала хотела сама из чего-то плести потом по 25 рублей ну вот купила две штучки таких вот на картон обвожу вокруг две штуки вырезала и наклей пва сейчас я больше намажу это чтобы она была ну поплотней не ровная конечно все сейчас я их склею обе эти штучки я честно говорю это чистый эксперимент потому что очень часто бывает нет в интернете так прям снято все правильно и хорошо а начинаешь делать и ничего путного не получается поэтому но если не получится я вам это не покажу это я потом обрежу что неровно вот и сейчас я положу груз груз ох а груз у меня тяжеленный вот так пусть сохнет а завтра утром посмотрю это еще не все вон сколько мест незаполненных и перечета переделывала что-то новое делала но в общем короче говоря столько время ушло а дела нормальные стоят ну да кстати вот картон мой приклеился а мне негде снимать меня везде все забали на господи ладно подождут что делать-то ну время пол седьмого вечера девочки пять часов у меня ушло на ремонт ну где-то я добавляла новые где-то переделывала что уже фурнитура сгнила пять часов вот кажется да делаешь делаешь что-то целый день а не видно нифига ничего сделанного так что такое пошла ты чего обиделась что я на тебя внимание не обращаю сейчас покормлю господи а почему девочки я так вот упиралась сегодня потому что я себя знаю если я не доделаю все так оно и останется поэтому уже взялась думаю все хоть и надоело думаю надо доделать так что ладно конечно это никогда не закончить я понимаю что тут можно прибавлять и прибавлять ряды-ряды-ряды понятно ну где же столько набраться и то говорю сколько лет я этим занимаюсь сколько мне присылали я бусины которые у меня никуда не идут я их добавляла сюда еще лет двадцать надо жить чтобы сделать занавески хотя вы знаете сколько я делала детям бусы украшения сколько делала из пластика так дарила было бы да уже много бы было бы уже бы наверно вот это вот все можно было завесить ну ладно надо идти поливать саша здание поехали в питер на машине вот теперь переживаю когда едут а даня еще приехал туда на псковщину привез кошку тайгу с собой саша говорит ей так не нравится ее там на улицу гулять вывели там травка все она такая скажет куда привезли то дома то хорошо как в квартире а тут запахи всякие не пойми чего она же вечно такая недовольная сварлил а сейчас небось в машине данта наверно к ней пристает а там скажет еще лучше ну ладно вечером приедут позвонят так ладно пошла я поливать разболтаю сейчас ну все скоро и закатайте снимать надо хоть пойти поесть чего-нибудь вот так вот дни пролетают ну вот выскочила буквально прям на пять минут потому что очень хочу есть не успела поесть вот но хочу вам сказать такую новость рыжуха то оказывается не кошка кот слушайте как же это я так я обычно не ошибаюсь я как-то по выражению морды глаз как ты это сам ну как-то вижу кошка это или кот а тут выхожу за калитку а моя рыжуха черную кошку как бы помягче сказать соблазнила и прям процесс я так и обалдела и говорю что ж ты рыжуха я думала ты порядочно женщина оказывается совсем даже наоборот надо же вообще не знаю как ты как кошка себя ведет к спокойненько вот так вот это сядет сидит ну как-то не знаю как кошка мне кажется оказывается вон отчего совсем и не кошка вышла прям на простор вы знаете сегодня день я почему еще и дома сидела ковырялась хороший день был погода замечательная но началось такое время когда вот эти паучихи нарожали своих детей и они целый день летают на тоненьких паутинках вот эти маленькие паучки я вчера их спалила сотни три наверное на костре и сегодня целый день на лицо липнут в общем на одежду а я не могу у меня жарах на фобе я же их даже вот таких маленьких ужасно так не люблю я это дело так что я пряталась от них сегодня ладно мои хорошие давайте прощаться до завтра сами видите снимать особо нечего мне жду своих мальчишек костю времени конечно у меня наверно на всякие дела не будет но будет сплошное с ними общение дует весело я так думаю ой не могу ладно мои дорогие очень хочу есть правда я там поставила погреть себе поесть сама выскочила вот давайте мои хорошие до завтра пусть ничего плохого у вас не случается пусть все будет хорошо хорошего вам вечера спокойной ночи ещё проснуться завтра знаете так бодренько с правой ноги и так е-е-гей Я сейчас представила себя вот это утром пока разойдусь расхожусь е-ей но все равно я вам этого желаю Так что давайте, мои золотые Я вас обнимаю, целую Пока-пока, мои хорошие До завтра